День дисциплины. Не день дурака, а воскресенье будет 1 апреля. Пусть смеются. Я себя это бесит, когда там юмористы выступают. Над чем смеются? Над собой смеются. Всё обсуждают, где там, кто кого застал, в каком шкафу, кто что объелся. Надо ввести в стране день дисциплины. Должен быть вице-премьер по дисциплине, так сказать. В администрации президента чиновник отвечающий за исполнение, чтобы все ходили, видели, знали. В чёрных лимузинах с утра проехали в кабинеты и закрыли двери. Всё, ничего они не видят. И все пожарные входы и выходы, всё закрыто. Это кто разрешил? Мы же в этом зале обсуждали. Помните пожары в интернатах для престарелых? Решётки на первом этаже. Снять! Через полгода я спрашиваю министра, снова перед нами выступать. Сняли? Говорят, нет. Что же вы хотите? Снова будет пожар. Сгорят все престарелые в этом интернате. Потому что на всех первых этажах решётки остались. Почему? Боятся, вдруг подушку вынесут через окно, через форточку. Вдруг какую-то там тумбочку вынесут. Чтобы сэкономить, им не жалко людей. Поэтому здесь, я думаю, мы должны принять самые такие жёсткие меры. И ответственность. 30 секунд. Ввиду, так сказать, печальных событий. Потому что дети наши хотят отдохнуть. Весенние каникулы. Но это не важно, что каникулы. В принципе, должно быть всегда. Должно быть чувство ответственности любого руководителя. Самого маленького руководителя. Чтобы знать, чувствовать. И проводить учения. В детстве, я помню, устраивали учения на случай атомной войны. Включались сирены в городе. И мы бежали, стрелки указывали, бомбоубежище. В случае, сейчас в мирное время. Ну, пускай горят, так сказать. Должно быть учения проводиться. В крупных торговых центрах. И тогда будет какой-то, может быть, больше порядка. А главное, ведь раньше, когда назначали, горком партии давал добро, чтобы назначить директора крупнейшего универмага в столице. В любом городе. А сейчас кто? О, рекомендаций никаких нет. Вот, хозяин решил, кто там у него, поближе к нему. И вот, директор. А безопасность, пожар, дети, его не интересует. Он в Австралии сидит. Значит, лишить права собственности всех, кто выехал за границу. И всё передать государству. Навести порядок, чтобы собственник сидел на работе каждый день с 8 до 8. Все передать. КОНЕЦ р sätt за границу спресс fortsат. Please!